Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем моем видео будет обзор на новиночку. Новиночка от Clorans. Это новая тушь. Наверняка уже все рекламу видели, может где-то на сайтах интернет-магазинах. Вот прекрасная вот такая вот тушь в красивом кубике в зеленом, такой жизнерадостный цвет у нее. Ее зеленый жизнерадостный цвет. Мне вот как бы он очень импонирует, что она вот в таком цветном. Ну, как-то все белые да черные уже поднадоели, а тут такой жизнерадостный выходит цвет, новинка. Когда вот конец августа, сейчас у нас начало сентября, как раз вот где-то две недели она представлена в интернет-магазинах. Я ее тестирую уже неделю. Скажу свое мнение. Итак, что же нам, собственно говоря, производители, компания Clorans обещает от этой туши. А здесь у нас изгиб, длина, ну и объем. Основная ставка идет на изгиб ресниц и на удлинение, на длину. Также она содержит ухаживающие компоненты и вообще вся декоративная косметика у Clorans содержит обязательно какие-то уходовые компоненты. Там экстракты трав, цветов, ну различные масла. Конкретно в этой туши здесь используется основной ингредиент. Это воск растения, цветков померанца, которые обволакивают каждую ресничку, фиксируют ее, тем самым вот создавая этот изгиб и длину. То есть она фиксирует. И причем компания заявляет, что чем чаще вы пользуетесь этой тушью, тем ресницы становятся лучше. То есть как бы изгиб становится такой, скажем, природный. Ну, не знаю, маркетинговый это ход или есть действительно такое, может быть. Вот я пользуюсь ей неделю. Итак, у нее необычная щеточка. Начнем с того, что у нее действительно необычная щеточка. И мы ее сейчас в деталях рассмотрим. Вот такая вот у нее щеточка. Так вот показывать, не знаю, видно, не видно. Но я сейчас сделаю фокусировку камеры на более, чтобы детально увидеть щеточку. Хотя вроде и так видно. Но сделаю, посмотрим. Так мы сейчас рассмотрим с вами щеточку этой туши. Итак, давайте посмотрим мы на виночку эту щеточку поближе. Я максимально убрала тушь с нее в тюбик. И мы рассмотрим саму кисточку. Буду вот вам крутить ее, начиная вот с внутреннего радиуса щеточки. Видите, здесь совсем коротенькие щетинки. Внутри. Внутри не по бокам, а внутри. И вот когда сейчас я буду крутить, вы будете видеть, насколько они меняются. Вот мы повернули ребром. И сразу видно, как появился у нас вот этот треугольник необычности. Но вот им очень хорошо прокрашивать уголки глаз, внутренние и внешние. И нижние реснички очень удобно ей прокрашивать этой пипочкой. А вот эти как раз торцевые щетиночки, они как раз и дают вот этот изгиб, разделение. И объем, конечно, дает вот эта вот сторона. Когда мы первый раз прокрашиваем, первый раз мы прокрашиваем внутренней стороной, вот этими короткими. А потом уже разделяем и придаем изгиб вот этими длинными волосками. И она, причем и пипочка-то, смотрите, разная. Здесь вот такой вот гребешочек у нее. Видите? Вот. Сейчас думаю, что видно. Ну, вот такая вот необычная кисточка. А сам производитель, Кларанс, заявляет, что да, у них необычная кисточка. Ну, правда, я вообще... Она, знаете, как-то даже к восьмерке идет. Вот, посмотрите, видите, как она вот так вот изгибается как-то. Здесь вот они все разные реснички. Вот если их... Ой, реснички. Но я их буду называть реснички. Волоски, щетиночки у этой, у щетки, у кисточки. Ну, вот такая вот интересная. Такая необычная, интересная щеточка. Что могу сказать по своим впечатлениям? Скажу сразу. Когда появилась новинка, я ее буквально через пару дней купила и начала пользоваться. А вот эта вот необычная щеточка, но они вообще-то все щеточки, когда вот что-то такое производитель начинает делать, и необычность вот этой щеточки, к ней нужно привыкнуть. Вот к ней нужно попривыкнуть, и тогда, возможно, она вам понравится. Вот сразу в первое впечатление, когда я только один раз, хотя вот они вроде как заявляют, что вот на один раз нанесешь, и сразу видно результат на ресницах. Честно скажу, на своих ресницах я не увидела какого-то такого суперрезультата, который они заявляют в аннотации к своей туши. Вот как-то у меня сразу не зашло. И первое впечатление было, ну вот честно скажу, разочарование. Думаю, зачем вот за такую сумму, да, и такое разочарование, думала. Но вот бюджетный аналог, если честно, можно купить и более лучший тушь, за, как говорится, за меньшие деньги. А тут вот первое впечатление было такое, вот полностью разочарование. То есть я нанесла на ресницы на один раз, и у меня получилось так, как будто, знаете, как будто вот ничего и не произошло. Просто накрасила свои белые ресницы, черным пигментом, и все. Никакого удлинения, конечно, никакого суперизгиба я не увидела, когда нанесла на один раз. И вот сразу разочарование. Сейчас я вам покажу, как это было в видео. Посмотрите, как я нанесла как раз-таки на один раз, и мое впечатление, ну и сами увидите, как бы не голословно. Субтитры подогнал «Симон»! Так вот, после того, как у меня такое разочарование произошло, я все-таки решила дать этой туши, ну, скажем, вторую жизнь. И зная по опыту, что не всегда получается с первого раза оценить продукт. Скажем, после такого первого затеста, они всегда, он получается объективный, и говорить там, или восхвалять, или наоборот, хаять продукт, ну, будет некорректно. Поэтому я дала ей, скажем, вторую жизнь и пользуюсь уже неделю. Я приспособилась к этой щеточке. К ней действительно нужно приспособиться, потому что она такая вот необычная, вильтикультяпистая, вся изогнутая, и вот эта вот капелька у нее, сейчас покажу, вот эта вот капелька на кончике, да, она вот совсем необычная, и здесь-то вот она плоская, изнутри плоская щетина, практически плоская, а снаружи вот она, она тоже здесь вот как бы подрезана, а вот эти вот торцы, у нее длинные щетинки, и вот к этому нужно приспособиться. То есть потом, как и производитель, компания Клоранция пишет, чтобы увидеть наибольший эффект, да, всегда нужно читать аннотацию, вот это действительно так, это к любому продукту. И когда я начала пользоваться, что вот как компания заявляет, первый шаг, это мы прокрашиваем самое первое, вот этой стороной, которая внутренняя вот эта дуга, где самые коротенькие реснички, ой, простите, реснички, самые коротенькие волоски, мы ими начинаем прокрашивать, это шаг номер один, мы прокрашиваем ими вот наши ресницы, и тогда они действительно делаются так, как надо. То есть мы их прокрасили на один раз, а чтобы вот достичь вот этого изгиба, разделения и дополнительного объема, нужно нанести ее на второй раз, но уже вот этими длинными, вот этими длинными щетинками нужно разделить ресничку, и вот как раз они-то и придают вот это разделение и сам изгиб у ресниц. И получается действительно суперский эффект. Вот смотрите, какой ежик, на фоне белого моего лица, у него как раз хорошо видно. И вот получается как раз очень хороший эффект. И я сейчас как бы ношу эту тушь на себе неделю, и посмотрите, какая красотища получается на ресницах. Вот мне очень нравится. То есть я ей дала вторую жизнь, и мне нравится. Мне понравилась эта тушь, и я ее оставляю у себя в косметичке. Ну, то есть нормальная, нормальная тушь, и к каждому продукту нужен подход, и нужно приноровиться к нему. Поэтому если у вас уже есть опыт с этой новинкой, с этой новой тушью, пожалуйста, поделитесь в моих комментариях, мне тоже будет очень интересно увидеть и узнать, как вам зашла она, не зашла. Потому что вот я читала в Инстаграме, на их официальной страничке много, скажем так, неположительных отзывов, но к ней действительно нужно приноровиться. Вот к этой щеточке, к этой туши. Сама тушь хорошая, действительно хорошая, у нее очень такой, черный пигмент, хороший, красящий, насыщенный, причем черный пигмент. Ну, вот эта вот щеточка, она такая своеобразная, поэтому привыкаем, девчата, к ней. И я думаю, она найдет своих почитателей и поклонников эта тушь в жизнерадостном, вот в этом футляре. То есть найдет, найдет своего покупателя, любой продукт находит своего покупателя, и кто-то будет восхищаться ею, то есть поймет ее фишку, полюбит ее, а кто-то наоборот, скажем, как вот я после первого применения, мне показалось, что ну вот просто выбрать денег на ветер. На самом деле нет, это не так. И когда я начала ей каждый день пользоваться и начала приспосабливаться к этой кисточке, мне все больше и больше понравилась, нравится эта тушь. Да, она достойна косметички, не бюджетный вариант, конечно, но достойна. Кто любит продукцию люксовых брендов, то нормально. Можно покупать, можно с ней дружить, можно с ней, как говорится, жить. Все, у меня на сегодня все. Такой вот обзор получился. Смотрите мои видео, оставляйте свои комментарии, делитесь своими впечатлениями. Всегда рада их прочитать и самой интересно. До новых встреч. Пока-пока. Еще забыла сказать, что у туши, ко всем ее преимуществам и функциям, она имеет влагостойкую форму или формула в своем составе на основе минеральных пигментов. То есть осадки в виде дождя и снега с глаз тушь не потечет. Это большой плюс, влагостойкая формула. Пока-пока.